В борьбу за гран-при конкурса «Театральная весна» на заочном этапе вступили самые сильные театральные коллективы образовательных учреждений района. Они представили видеозаписи своих спектаклей. По итогам первого тура в финал вышло 10 претендентов. На суд жюри были представлены очень разные работы с абсолютно различными подходами к раскрытию материала. Пожалуй, такого разнообразия стилей и творческих методов больше нигде не встретишь. В прошлом году я отметила, что подготовка стала другой, более серьезной, более профессиональной. Стали, наверное, обращать внимание и на оценки, сравнивать эти оценки, ну наши оценки, и обращать внимание на свои ошибки. И вот сейчас я вижу, что многие ошибки исправлены, и актерские оценки стали другими. И ребята, играть взаимодействие сейчас возникает прямо на площадке. В финале на сцене ребята показывали получасовые отрывки из спектаклей. Одну из самых интересных работ представили юные артисты из театральной студии «Серебряные крылья» Ершовской школы. Им удалось поставить сложнейшую пьесу Евгения Шварца «Дракон». Сюжет повествует о повелителе драконе, которого нельзя убить, потому что убивший его сам превращается в дракона. Интересно, как глубоко актеры чувствуют своих персонажей. Он не сумасшедший, это точно, и он с душой, то есть он, скорее всего, единственный человек, который оставил душу себе, когда дракон появился там. Почему притворяется душевно больным? Чтобы дракон не нашел его душу. Эльза – это так называемый трофей, который получает победитель. Она понимает, что за правду нужно бороться, и что за свою душу тоже нужно бороться. Всегда играю злых персонажей, всегда уже привычно как-то. Ну, дракон – это, конечно, самая большая роль, потому что там вообще-то три головы, и они все разные, и очень интересно играть, и очень мощная роль такая. Длинные монологи, множество психологически тонких моментов – до сих пор актуальная политическая сатира. Казалось, поставить такое под силу лишь профессионалам. На самом деле это очень легко, потому что, если мы рассуждаем о том, что театр – это не просто пришли, попрыгали, повеселились, а театр и сцена – это передовая, и наши спектакли, и наши стихи, и все, что мы делаем – это пули и снаряды, которыми мы боремся за свою родину, за свою лучшую жизнь, за свою душу. Тогда это легко, тогда дети понимают, хоть дети, хоть взрослые, хоть кто-то, тогда они понимают, для чего выходят на сцену, и тогда все получается легко. Коллектив «Серебряные крылья» был первым по результатам заочного этапа, но очный тур внес свои коррективы. В итоге ребята стали лауреатами второй степени. Гран-при достался театральной студии «Глобус» из школы имени Светловой, а лауреатами первой степени жюри признало студию «Вдохновение» из Одинцовского центра эстетического воспитания. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.